Краснодарские единороссы задавали премьер-министру вопросы об изменениях в законодательстве, переселении из аварийного ветхого жилья, ликвидации очередей в детские сады. Одной из главных тем стали тарифы ЖКХ. Не так давно во всех регионах приняли программу капитального ремонта, и многие кубанцы уже почувствовали изменения в квитанциях за квартплату. Члены партии предложили ввести льготы для малоимущих, как это сделали в столице страны. Скажите, я думаю, что не только город Москва, но и другие регионы имеют право на эту работу. У нас очень разная ситуация в регионах. Давайте, допустим, про родную Кубань поговорим. Все-таки в этом смысле реализация этой программы у вас проще, чем в других местах. Почему? Потому что у вас огромное значение имеет индивидуальный жилищный фонд. Значительное число жителей Кубани живет в собственных домах. Но, тем не менее, конечно, много людей живет и в многоквартирных домах. Теперь в отношении того, кому давать льготы. Я думаю, что, в принципе, этот вопрос нужно решить как раз здесь, в регионе. Чтобы эту тему продолжить, я не знаю, Вениамин Иванович, есть какие-то у вас предложения и подходы по поводу того, каким образом здесь работать? В крае у нас есть норма, которая позволяет сегодня, на мой взгляд, все-таки регулировать этот вопрос. И мы думали, наверное, над тем, и это проблемный момент в целом для сегодня собственников квартир. И норма сегодня нам позволяет этот вопрос решать таким способом. То есть, если квартплата плюс взнос за капремонт превышает, как вы сказали, 22% от совокупности дохода семьи, то в этом случае они имеют право на получение субсидий. В краевом бюджете предусмотрены на эти цели 1 миллиард рублей. Председатель правительства порекомендовал Вениамину Кондратьеву усилить работу в информировании жителей Кубани о существующих субсидиях. В первую очередь, разъяснить правила и нормы тем, кто входит в категорию льготников. Говорили на встрече и о предстоящих выборах главы региона. Премьер-министр выразил надежду, что пройдут они честно и прозрачно. Надеюсь, что с вами все рубежи, которые предстоят в ближайшее время, пройдут достойно. У нас есть кандидат, за которого, я надеюсь, проголосуют и все. Волгарского края, кто симпатизирует наши политические силы, близкие по духу и позициям. Но самое главное, и в этом мое пожелание уже кандидату, к губернатору, временно исполняющему обязанность, Евгению Ивановичу, чтобы людям больше заботиться. И эта задача и для губернатора, и для власти в целом.